Всем привет дорогие друзья и хорошего вам настроения, с вами Рэй и сегодня мы продолжаем играть черепашки ниндзя легенды, но перед этим я хочу сказать что, ребята, это у меня идет как предисловие, после этого я поставлю сюда 11 минут того самого ролика, который у меня не записался, именно тот видосик, про который я вам говорил, а после него я уже начну проходить вот эту серию, которую сейчас начинаем, так что ребятушки не пугайтесь, если чего-то вы не поймете, все у нас нормуль. Просто 11 минут того видоса, там как раз, ребята, кончилась неделя, там как раз я открываю себе Донателло, в общем, все, сами увидите, ну а мы с вами продолжаем и начинаем играть черепашки ниндзя легенды. Всем привет дорогие друзья и хорошего вам настроения, с вами Рэй и мы продолжаем играть черепашки ниндзя легенды, турнир закончился, заберите свой приз. Да, ребята, в Сёгуне 2 звезды, но я вам говорил, что из-за того, что у меня, ребят, сейчас слишком сильно загружен рабочий день, я играю очень редко и мало, поэтому, ребятушки, простите, но 2 звезды Сёгун, к сожалению. Да, как бы я ни старался и не хотел, ничего не вышло. Так, 7700 у нас Сюрикенов, Донателло 30 ДНК, по-моему, кстати, мы его сможем сегодня открыть, или я ошибаюсь. Так, 80 у нас золотых осколков и 35 платиновых, нормуль. Так, ежедневно награды за Сёгуну мы забираем с вами. Да, ребят, я, кстати, даже испытания последние там не смог пройти. Вот так вот. Ну что же, давайте забирать всё, что здесь... Ага, Макман, Макман нам достаётся. Надеюсь, на этой неделе у нас всё получится хорошо, и мы с вами выбьемся в топчик. По крайней мере, всё, Сёгун, 3 звезды. Так, и начинается у нас, ребята, с осколков всё это дело. Поехали. Кстати, я не посмотрел, ребята, сможем ли мы сегодня получить новую карточку. Но я знаю точно, ребята, что за это время я успел накопить на Хана. Поэтому мы сегодня будем с вами поднимать рейд Хану нашему. Да-да-да, именно ему. Так, ну что, первая победа за нами, ребят. Ну, это понятное дело. Сейчас, короче, и вторую также на Изи. Ну, грубо говоря, и третью тоже. Немножко осколков с вами пополучаем. Они тоже лишними не будут. Тем более, вы знаете прекрасно, что они очень тяжело, ребята, копятся. А нужно нам их очень и очень много. Особенно платиновых. Особенно платиновых. Так, ну ладно, сейчас мы разбомбим. О, Лео решил вертушку сделать. И прикиньте, да, ребята, вот он 80 уровня не смог убить 40 уровня Баксера. Ну, как так? Ну, как ты так, а? Лео, Лео. Я, конечно, понимаю там, что у тебя есть защита. Или наоборот, когда-нибудь усиленно сопротивляется. Ну, 40 уровней. Вы поймите, 40 уровней. Не 10, не 15, не 5, 40. И он выстоял. Так, ладно, ничего страшного. Все равно мы получим эти ребята с вами 8 золотых осколков, которые нам так очень сильно нужны. Так, Арфаэль берет провокацию. Угу. Поджарил, но, к сожалению, постепенку не повесили. Ух ты, ух ты, ух ты. Вжарил, да? Ну, ах ты, я думал, сейчас Лео добьет. Ничего не получилось у него. Все. Это, ребята, был последний у нас бой. Именно с Бакстером. Мы забираем с вами 8 золотых осколков, да, и идем смотреть Лигу. Начинается у нас, как всегда, по стандарту все с Лиги. Так, для начала зайдем в список и посмотрим. О, да, ребята, о, да. До Нотелла Классика у нас открывается. То есть еще один персонаж прибавляется к нам в копилку. Конечно же, давайте нанимать. Вот такой вот Дони. У меня его не было, ребята. И у него две возможности открылось. Прыжок в шестом. Донателла вращает свой бо и поражает врага ударом ногой в прыжке. Опустошение шкалы фокусом 25%, если цель относится к классу дух. Понятно. Так, цикл вращения. Донателла вытаскивает вертолет и взмывает в воздух, стреляя во врагов слизью. Разрушитель. Вероятность 25% уменьшить меткость на 50% в течение двух ходов. Ну, это вообще красота. Да, это мне пригодится, я думаю, в дальнейшем. Давайте мы, наверное, поднимем ему немножко уровень. О, давайте прыжок в шестом улучшим. До второй ступени. Давай далее. Теперь до третьей ступени. Отлично. Поднимаем дальше уровень. Ага, цикл вращения. Пропали. Так, погнали дальше. Во. До 30-го. Ребята, пока это максимальный уровень для него, потом нужно его дальше поднимать по рангу. И только после этого мы сможем ему поднять уровень. Так, ребята, а на хана-то у меня хватит. Я тут... Да елки-палки. Да ладно, не беда. Мы сейчас с вами быстренько этот мутаген набьем. Подожди, что я делаю? Елки-палки. Что я делаю, а? Мне вот это надо обменять. Совсем, ребят, совсем раскис я. Так, ну что? Задания у нас нету. Через 5,5 часов только откатятся. Значит, нам придется с вами на турнир идти даже без билетиков. Вот оно как. А они, в принципе, нам здесь и не нужны. Согласитесь. Кстати, секунду. Кто у нас будет разыгрываться? Ага, Леонардо Классический. Отлично. Леонардо Классический, по-моему, ребята, у меня тоже отсутствует. Врать не буду. Сейчас посмотрим. Нет, Леонардо Классический у меня есть. Но я думаю, что лишним не будет. Тем более, мы сможем его прапать. Да, второй бронзовой звезды. А, кстати, вы заметили, что Донателло, да, который у нас появился, он имеет уже две серебряные звезды. То есть, он круче. Да. Так, раз уж мы здесь, давайте мы сразу же с вами поищем. Ага, поискали, елки-палки. Сколько там? 20 секунд осталось? По-моему, 20 секунд. Ладно, хорошо. Давай мы посмотрим, что у нас здесь. А, нет, не 20 секунд, ребята. 26 минут. Ну да, это еще долго. Ладно, может быть, к концу нашей серии мы сможем, ребята, поискать на них ДНК. Ну, а сейчас идем на турнир. Конечно же, на турнир. У нас, кстати, 110 монет. Главное все это не забыть, что мы с вами должны и там, и сям, и везде посмотреть, пошоркаться, поискать. Так, ну что же, поехали. Естественно, идем в самый назад, в самый назад. И выбираем вот этих вот ребятулик. Начнем с них. Здорово, хлопцы. Так, Макман, Бакстер и Маки. Ну-ка. Ну, нормуль, я вам скажу. Пока идет хорошо. Самое легкое, это самое начало, ребят. Враги не такие сильные, не такие прокачанные. Поэтому их разбирать, знаете, одно удовольствие. А ну-ка. И остается у нас тут Бакстер. Бакстер сейчас довыеживается. Все. Изи катка. Так, ну, а мы с вами переходим на следующий турнир. Давай, 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 не то микс. Кстати, мы здесь с вами и мутагены, и накопим как раз для того, чтобы проапать нашего хана. Так, что у нас? Воин 2 звезды. И мы продолжаем. 94-я позиция. Так, выберем мы с вами... Ну, а почему бы не взять и вот этого, да? Это у нас Ванька будет. Ванек против нас. Ладно. Тут я, знаете, что думаю... Нет, автобой не хочу, ребят, включать. Мало ли чего. Вы знаете, как у нас автобой тут играет. Может и лопухнуться. Давай-ка бомбочку бросим. Ага. Отлично. Так, стреляем. Что-то... Ай-яй-яй-яй. Хиляет. А ну-ка, давай. Мне нужно, ребята, Бакстера уничтожить в первую очередь. Постепенка повесится, нет? А мы его вообще уничтожили. Замечательно. Кунаи бросает. Карайка. Ну, она за это ответит. Ну. Лео. Отлично вжарил. Ну, вы видите, да? Бакстер практически никакого повреждения нам не наносит. Соответственно, это ему крантарики. О, даже Лео не очень хорошо бьет. А так, если? Ладно, добивочный. Все. Пока все, ребята, хорошо и просто и легко, самое главное, что, да? Прям душа радуется, как мы тут с вами проходим. Так, двигаемся дальше. 231 мотаген мы с вами получили. Мы еще не перешли. А почему? Обычно сразу переходим, да? На воин там три звезды, а тут что-то не особо спешит нас радовать. Ладно. Не будем, ребята, пасовать. И будем... Тихо, тихо, тихо. Так, 17 уровни. Ну, у меня здесь, ребята, крепкие. 25-26 левелов. Хотя, опять же, это не показатель. Все зависит от того, как прокачаны, ребята, возможности скиллы. Так, понес... Давай-ка мы, наверное, вот этого. Биба побудем наказывать. Двойная атака должна быть. Ага. Причем, первый раз, когда он ударил, было здорово, да? А во второй он почему-то слабее ударил. Сделаем, ребята, улей провокацию. Да, мой носорог не пробиваем. Тут уж точно. Ну, блин, Бакса, по-моему, тебе пора отдуплиться, я думаю. А ну-ка. Ага, не вышло. А так, если... Готов. Так, ну что, Хана, я думаю, с удара, наверное, нет? Почти. Чуть-чуть не хватило, контратака. На тебе, контратака. Замечательно. Ну что же, все пока легко идет. Нам где-то ближе к концу, наверное, будет уже сложновато. Ну, а пока так. Воин, три звезды. 65-я позиция. Замечательно. Двигаемся. О, уже пошли, ребят, серьезные противнички. 25-е, 22-е. Я думаю, что вот этих вот мы возьмем, наверное, да? 22-е и 19-е уровни. Как раз мне подстать. Во. Отлично. Я надеюсь, нас не разберут здесь. Может быть, хоть когда-нибудь мы с вами пройдем, не потеряв ни разу всех бойцов. Или хотя бы даже одного. Так, начнем, пожалуй, мы, наверное, с Кирби. Ага. Так, а если вот так вот сделаем? Блин, ты посмотри, а. Не падает Кирби? Добиваем. Все. Так, ребята, у нас тут кто? Я думаю, что... Блин, надо Гека, наверное, уничтожать. Будем с него начинать. О, с удара, ребят. Просто с удара его накрыли. Так. Ой, а я тут боялся. Ребят, они даже повреждения нам не наносят. Ты представляешь? А я-то думал, что... Да-да, именно вот так вот закончилась у меня та серия. Именно вот на том, ребят, самом месте. Ну что же, продолжаем. У нас с вами Лига Самураев. Три звезды. Забираю я, естественно. Этот приз. Шикарно. Так, забегаем сразу же в магазин. Открываем с вами карту. Карту. Колоду, елки-палки. Карту. Так, Змейковью нам достается. Нафиг бы он нужен. Ну ладно, фиг с ним. Так, у нас, ребята, откатились задания. Сейчас мы быстренько с вами пробежимся. Так, пройти серию испытаний. Это в первую, ребята, очередь нужно сделать. Ту-ты. Ну да, в принципе. Че я все... Ой, ребята, косяк на косяке. Вот перед этим видосиком, да, вот перед черепашками, я играл, ребят, в Tower Conquest, в нашу любимую игру. И вы знаете, что там опять не обошлось без косяков. А знаете, в чем проблема? Опять у меня, ребят, закончилось место на жестком диске. И самое интересное, что мой вот этот вот проигрыватель, да, на который я все записываю, он мне не дает никакой информации, да, обычно там, у вас закончилось место, там, проверьте или еще что-нибудь. Нет, он также по-прежнему выдает зеленую, зеленый, как вам сказать, свет, показатель, короче, на экране, что у тебя все нормально, пиши, парень, у тебя места хватает и так далее и тому подобное. И я, знаете, без всяких там сомнений пишу, распинаюсь, там, сами прекрасно понимаете, да, во время игры. А когда уже начинаешь заниматься рендерингом, смотришь, а у тебя там, оказывается, из 55 минут, которые ты записывал, записалось всего 26. Обидно, согласитесь. Ну, да ничего, ребята, я ту серию все равно выложил. Единственное, могу вам сказать, что в Tower Conquest, в той серии, которую вы увидите, я перешел на карту подданных, да, я ее прошел полностью. Там, по-моему, на втором или на первом бою заканчивается у меня видосик, но, грубо говоря, что я ее прошел полностью. В принципе, и все. Ладно, пока хватит об этом, мы, ребят, сейчас с вами уже потеряли одного бойца, пока я тут распинался. Блин, не посмотрел, увлекся. В общем, ребят, надо как-то исправлять ситуацию, в любом случае, да. Будем наказывать. Ага. И добивочный. Да ладно, успокойся ты. В последнее время, да, какие-то у нас, ребята, косяки, точнее, у меня то место заканчивается, то еще что-нибудь, то без звука записывают, то, блин, что такое, не знаю, ребят. Полностью какая-то рассеянность, невнимательность и так далее и так подобное. И меня это, честно говоря, бесит. Может, я устал, может быть, мне взять отпуск, хотя он и так у меня, ребята, скоро. Я уеду, кстати, уеду на два месяца, так что, дорогие мои, видосиков не будет. Я, конечно, постараюсь что-то записать, чтобы на время отпуска вы были чем-то заняты. Так, поднять уровень персонажа. Давай мы это сделаем. Так, 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 ну-кася. Замечательно. Кстати, ребят, мы сейчас с вами будем искать дальше ДНК, да, нам по любасику они нужны. И начнем, пожалуй-ка мы, вот, Монда Гека. Может быть, нам все-таки две ДНК выпадет? Ну, пожалуйста, пожалуйста. Так, одна есть, это уже хорошо. Вторую, дай вторую. Е. Так, сколько там? По-моему, три нужно будет найти. Ну, глянем-ка. Глянем-ка мы. Да, ребята, еще три. Ну, это еще как минимум две серии. Потому что, даже если в лучшем случае нам дадут две ДНК, то есть нужно три. Сами понимаете, да? Расчет не такой уж и сложный. И давайте, наверное, к северу будем искать. Это, да, ребята, именно вот он превратился в Астрозуба. Мастер по Капуэйро. По-моему, так у него называется боевой вид искусств. Так, к север Монтес. Слушай, это какой-то бандит, да, ребят? Смотрите, он с ножичком, все дела там, знаешь, типа. Это, наверное, все-таки зло. Это не друг черепашек. Хотя, кто его знает? Так. Что еще нам можно найти? Ну, давай, наверное, Ванюшу. Ванюшу поищем. Так, идет неплохо. Уже ДНК нашли. Тут вообще просто мутаген нам подсунули. Так, вот второй ДНК. Отлично. Так, все. Пицца на этом закончилась у нас. Заберем, естественно, реворд. И так, поднять уровень персонажа. Кого-то я хотел до... Ага, вот. Попробуем, ребята, прокачать его. Нашего Бакстера. Не хватит, да? Да, еще три уровня. Ну, это все, ребята, впереди. До 60-го я хотел его качнуть. Чтобы, как говорится, он глаза мне не мозолил. Потом, наверное, нейтрализатора. Так, тихо, Змея Камьюн. Давай-ка мы вот это вот обменяем. И заберем последние остатки от реворда. Все, шикарненько. Ну что, давайте, ребята, глянем, что у нас тут. Даже еще, смотрите, не успело откатиться от прошлой моей серии. Когда эти осколки. Ладно, не беда. Надеюсь, у нас в лиге все намного лучше. Так, я в лиге самураев 2 звезды. Но при этом у меня 5 откатов. И уровни здесь уже... Начинаем с 40-х. Ну что же, поехали. В бой, как говорится. Так, 40-е уровни. Начнем тогда мы тоже, ребята, с вами, наверное... Хотя мы можем даже вот с этих начать. И возьмем нашего Леонарда. Сейчас быстренько здесь запинаем всех. Зайдем с вами в Лигу Самураев 3 звезды. А может быть, даже до Сегуна. А там уже будем играть по-нормальному. Поехали. Вертушка. Победи всех. Да. Именно так. И никак иначе. Мне нужно, ребят, своих малышей, естественно, реализовывать. Чтобы продвинуться как можно дальше. Я вам говорил, что на этой неделе мы постараемся взять Лигу Сегунов на 3 звезды. Хватит уже, как говорится, расслабляться. Так, ну что, у нас в бой. Конечно же, в бой. Чего мы тут думаем еще? Так, и приступим. Как-то странно, да? Лига Самураев 1 звезда и Лига Самураев 3 звезды. Естественно, ребята, будем брать трехзвездочного. Они что думают? Мы слабаки? Нет, конечно, мы не слабаки. Так, и поехали. Раз, два, три, четыре, пять. Пять. Четыре. Опять же, ребят, с вертухана. Просто сейчас накачу, и все, наверное, они все упадут. Должны упасть. А они упадут, мы кем-нибудь добьем. У нас сороковые уровни, как-никак. Но, видите, все прекрасно сами. Мы с вами здесь выиграли, вырулили ситуацию. Так, ну что, еще у нас сколько? Четыре отката. Просто красиво. По красоте идем. И мы с вами перебрались в Самураи 3 звезды. Естественно, продолжаем. В бой. И тут мы уже, наверное, может, с Артурчиком подраться, а? Давай, наверное, Артурчик с тобой немножко подеремся. А вдруг ты мой подписчик, а? Будет приятно посмотреть тебе, как я тебя разбираю. Шучу, конечно, шучу. Кому приятно смотреть, как он проигрывает? Никому. Так, давайте-ка, ребятули. И сегодня, наверное, пройдем с вами испытания еще, как-никак. Но зато серия получится такая большая, длинная, да? 11 минут прошлой серии и плюс еще, наверное, здесь на минут 30 выйдет видосик. Да, почти часок получится, наверное. Ну, добиваем. Добили. Ох, идем красиво, смачно. Как надо. Вот так всегда надо играть. Так, какая позиция? Вы мне покажите, на какое меня место сейчас перекинут. Где-то 80-е. Ох ты, 63-й даже. Слушай, ну это вообще хорошо. Так, выбираем опять же Лео. У нас заканчиваются, ребят, попытки. Соответственно, заканчиваются и наши персонажи. Блин, а дойду ли я сегодня до Сегуна? Что-то... Нет, до Сегуна дойду. А вот хотелось бы в тройку лучших сразу попасть по Сегуну. Ну-ка, давай, вертуханчик. Ты лишь... Да ладно. Он выжил, гад, как-то. Он как-то умудрился выжить. Ну, это было-то ненадолго, да? Хан, как говорится, ему в репу-то дал. У него еще, не забывайте, инициатива офигенная у нашего Ханета. В прошлой серии вы сами видели, да? Мы его проапали, так что он делит по красоте. У нас будет рулить. Так, 36-я позиция. Наверное, еще боя 2, и мы с вами будем уже находиться в Сегунах. А в данный момент мне даже дают подраться с Сегунами. Но я возьму, наверное, вот этих ребятурек. Так, и... И тут 44-е уровни. Я думаю... Ну, ладно, фиг с ним, уговорили. Давайте вот так вот сделаем. Но у нас все меньше и меньше и меньше становится бойцов. И это меня немножко печаливает. Потому что хотелось бы, конечно, в Сегуне укрепиться. То есть занять где-то 50-е место. 50-ю позицию, да? Чтобы... Чтобы там задержаться в случае того, когда я выйду на работу, поработаю там... Ну, знаете, просто работаю я по 12 часов. Так что, ребят, нет возможности просто заходить. А даже если приходишь домой, то весь как выжатый лимон. Просто уже ничего неохота записывать. Ложишься спать и опять потом на работу. Так, ну что, дорогие мои, давайте, наверное, вот с этих красавцев начнем. Кто это у нас? Брайан, Брайан. Нет, я лучше возьму Славку. Причем со Славкой я же только что вроде бы как дрался, да? И опять он лезет. Ладно, Славик. Фиг с тобой. Давай, подеремся, помахаемся. Так, я, по идее, должен, ребята, сейчас перейти в Сёгуны. И, наверное, там еще хватит у меня бойцов на один, пожалуй-ка, бой. Ну-ка, с вертушки. Наказание последовало. На тебе. Блин, не всех добили. Это опасно. Ага, Доник, Доник. Какой Доник? Майки, майки упал. И давай вот так попробуем. Шух. Шикарно. Паукус сделал нормуль. Что я могу еще сказать? Так, а мы с вами переходим в Сёгуны. Видите, верно? В Сёгуны должны перейти. Да. Ну что же. 81-я позиция. Я думаю, где-то на 50-е место мы с вами должны сегодня добраться. Верно ведь? Давай-ка вот с этих парнишек начнем. И буду я брать раз, два, три, четыре. У меня хватит. Раз, два, три, четыре, пять. Ага, отлично. Все хорошо. Сейчас, ребята, разомнем, как говорится, свои косточки. И потом будет у нас завершающий бой. И пойдем на испытание. Так. Крик души. Упс. Нормуль. Так, теперь тигр. По красоте. Я надеюсь, этот не успеет хильнуть. Я думаю, что не успеет. Он ничего хильнуть. Кирби этот. Да, Ванек у нас рулит. Вы видели, что он делает? Вот так вот, такой вот парень. Безбашенный, со своим вот этим вот пулеметом. Колбасит. Нешуточно. Ну что же. 56-я уже, ребята, позиция. Так что, как говорится, все карты нам в руки. Тем более, у меня еще завтра выходной. Так что, я думаю, серия выйдет. Выйдет серия свеженькая. Посмотрим. Может быть, даже завтра доберемся до Сегуна 3 звезды. Хотелось бы, конечно, но там посмотрим. Потому что меня же еще могут сбросить. Об этом тоже не стоит забывать. И, как говорится, нам придется опять с вами карабкаться, карабкаться. Через эту боль. Хотя, какая здесь боль? Здесь пока на изи все идет. Ну что, Зек, давай кинем бомбочку для начала. И потом уже будем разруливать ситуацию. Так, возьмем провокацию. Шик и блеск. Теперь. Теперь нам нужно, наверное, уничтожить Донателло. Чтобы не хилял он больше здесь никого. Потом. Слушай-ка, давай-ка Микеланджело, наверное, накажем. Да, я думаю, это будет оптимальненько. Ну что же, остается он. Ой, все, тут ничего не остается. Все, пока. Ха-ха-ха-ха. Красота. Да и только. Ну что же, дадут мне 30-ю позицию? М? 30-е место дайте, пожалуйста. Чтобы я успокоился. Глянем. Так, и... Есть. Отлично, ребят. 32-я позиция. Нормуль. В общем, думаю, что... Если еще, кстати, сегодня произойдет откатик. Я, наверное, вечером еще забамблю. Хорошенечко. Чтобы укрепить свою позицию, да? Сколько у нас там? 6 часов, по-моему, да? Откатываются карты. 6 часов. То есть, если сейчас время не столько. 12 часов. Да, в 6 вечера я еще сыграну. И все будет нормуль. Так, ну что же. А мы с вами, как я и обещал, переходим. На испытания. Подожди, как испытания. Сейчас мы вот здесь вот еще. Сюрикенчики получим. Кстати, у нас уже сюрикенов очень много. Может быть, нам в магазине присмотреть что-нибудь. А тут мы ничего не можем. Точнее, мы можем, но зачем нам это, да? Если у нас все по максималке. Так, по этим... Ага, 600. Ладно, фиксим. Пока ничего больше делать не будем. И пойдемте, ребята, на испытания. Вы помните... А, вы же, наверное, не видели. Там видосики не записалось. На испытания первом я вот дошел до... Эпизода седьмого. Здесь я не смог, ребята, разрулить ситуацию. Очень тяжело. И фармил я потом Бибопа. Кстати, он мне выпал. И давайте-ка глянем, сколько мне нужно для того, чтобы его проапать. Мне очень нравится у него скилл один, который дает у ворот. Когда он начинает танцевать свой брейк-данс. Где же ты у меня, Бибоп? Ну-ка, покажись. Что-то я его не вижу, если честно. Где он у меня? Ага, вот он. Ух, ребята, опять ДНК. И я его смогу на четвертую звезду пропать. Я надеюсь, что... Хотелось бы мне, чтобы мы сегодня с вами его получили. Ну, тут видите, как у нас двояко, ребята. Или нам проходить испытания, или его фармить. И я выбираю проходить испытания. Да, ребята, погнали. Фух, посмотрим, кого нам здесь дадут. Каких персонажей, в принципе, ревитулей. Самых-самых изейших. Вы это сами прекрасно видите. Так, я, наверное, Рокзара уберу. И возьму вот так вот. Или взять Рокзара все-таки. Нет, давай так вот. Поехали. Слушай, ну самых мощных, я думаю, мы далеко дойдем. Даже, наверное, до последнего уровня. Фух, погнали. А что я делаю-то? Давайте автобой включим. Тут же, ребят, все на изи. Десятый уровень. Зачем мы тут будем с вами какие-то усилия прилагать, когда за нас все это сделает компьютер? Давай, делай, разруливай. Мы уже где-то с вами, когда пойдут, наверное, 50-60 уровней, уже возьмемся с вами действительно сами за игру. А пока на автобое все это будем делать. По красоте. Естественно, грибочки здесь нам не нужны. Правильно делайте. И прошли. То есть мы с вами зарабатываем одно ДНК на Пиццилицева. Да ведь Пиццилицев же, по-моему, там был первым. По-моему, он. А, нет, ребят, Паукус, Паукус. Конечно же, Паукус. Пиццилицей вот идет у нас вторым по счету. Поехали. Так, три волны. А потом, наверное, уже будет четыре волны. Тут, скажем, разом все волны. Потом, нет. Потом, наверное, будет четыре волны. И следующий бой уже опять три. Как-то вот так должно быть. Да, в принципе, какая разница, сколько волн. Все равно здесь, ребят, все на изи проходится у нас. Всех, видите, с ударов просто на 20 уровень. Что он тут может против нас сделать? Ничего. Так, Джастин, Лео, Кирби. Кирби, да? Причем, ребята, он с одной рукой. Видите, он как типа мутант. Кто, интересно, у нас Кирби? Кем он был? Что он стал вот таким вот уродцем безобразным. Горгулий какой-то. Недогоргулий, я бы так бы сказал. Так, ну что же. Отлично. По 25 опыта получаем. Вот она, ДНК на Пиццилицева. И у нас Крип. Поехали, ребята. Крип, кстати, тоже мне нужен. Я бы его с удовольствием, честно говоря, апнул. Как провокатор он неплох. Вообще, эта болотная тварь довольно хороша. Так. Я вот не знаю, есть ли у него массовая атака. Я знаю, что он может кричать, понижая скорость. И при этом делать себе провокацию. Но хотелось бы, чтобы у него была массовая атака. А, наверное, здесь у каждого персонажа есть своя массовая атака. По-моему, у каждого, да? А может быть, не у каждого. Нет, ребята, не у каждого. Например, у Криса нет массовой атаки. У него есть массовый баф. Но массовой атаки у него нет. Вот так-то вот. И, кстати, массовой атаки нет у Рафаэля. В общем, получается, ребята, у многих здесь нет массовых атак. Угу. Так что обращаться нечего. Ну что же. Уже по 50 опыта получаем. Кто у нас там следующий? Леонардо, да? Погнали. Ревитуль. Блин, сыр, конечно, у нас тратится. Но я думаю, что под вечернюю, да? Сырочек накопится. И я все-таки попробую как-нибудь накопить, нафармить себе на Бибопа. Чтобы мы его могли прапать на 4 звезды. Он крут, на самом деле. Он как персонаж мне очень нравится. И вот этот вот танец у него, который дает у ворот, очень-очень нам пригодится. Когда у ворот прокачан, ну вы сами знаете, ребята, враг будет промахиться. А может быть вообще не попадать. А если будет попадать, то иногда по минималке. В общем, все будет по красоте. Так, ну что, давайте, давайте разруливаем. Кстати, надо будет еще как-то зайти действительно в Хасл Касл. Многие ребята меня просят поиграть, потому что там какое-то новое обновление. Я давно-давно, ребят, туда не заходил, честно говоря. Не то, что я не хочу. Просто элементарно нет времени. Просто нет времени. Там, наверное, пол клана разбежалось. Ну, я их понимаю, я никого не осуждаю, ребята. Вот. Зайдем, зайдем, посмотрим, что-то там какая-то с единорогом что-то связано. Короче, испытание или что-то такое, если оно еще не закончилось. Посмотрим, все. Так, упал, короче. Ну что же, прошли на изи. Это хорошо, ребята. Это очень хорошо. Так, ну что же, а мы с вами двигаемся дальше. Какой там у нас уровень-то уже будет? Так, ух ты, Леонардо, аж две ДНК получили. Вот это, вот это вот я называю хорошо, это красиво. Так, ну что, Рафаэль. Это у нас Рафаэль или... Я так понимаю, что это Рафик все-таки, да? Раз у него красная повязка, он должен быть Рафаэлем. И никем другим. Ну, спрашивайся, откуда у Рафаэля, блин, топорик. Там же персонаж с топором. Типа он викинг. Так, нормуль. Слушай, я надеюсь, ребят, я сейчас записываю, я... Нет, я вроде бы почистил место, все должно быть четко. На жестком. Так, ну, разруливаем, ребята. Нам нужно еще этих белочек очень много здесь убить, да, для того, чтобы получить достижение. Ну, и заодно там две ДНК на Шреддера дают. Так, шикарно, третья волна. Скелетики. А вот эти, кстати, вот белки мутированные. Крис, вот это было... Не обязательно делать. Твоя вот эта суперзащита. Вот, нифига ты, скелетуня, наяриваешь там. Тудуш. Просто одни косточки рассыпались. Так, и кто у нас здесь? Вот откуда у него топор, елки-палки? Они, видимо, все из какой-то сказки, что этот представляет из себя, как его сказать-то, Робин Гуда. Что этот из себя какого-то викинга тут строит. Ладно. Так, а почему, интересно, крысиный король с повязкой на глазах? У него что, глаз нету? Или он на слеп? Или он на нюх? Я не знаю. Как он вообще живет? И он такое впечатление, что он какой-то демон. Такой слишком-слишком худой он. Причем в пиджаке. Ой, не в пиджаке, а в плаще. Так, ладно, наказываем. Дерич. И последний удар. Шикандосик. Ну что же, забираем, естественно, ребята, ДНК на Рафаэля. Рафаэль Викинг. По-моему, это видение, да? Или не видение? Сейчас посмотрим. Ролевой, да-да. Ролевой. Все, никак не могу их запомнить, ребят. Ну что же. О! Микеланджело. Вот этот мне тоже, ребята, нужен. Тем более, две ДНК. Попробуем. Кстати, 65-й уровень, наверное, здесь уже будем играть сами. Хотя, нет, не будем мы играть сами. 65-й уровень. Это еще норму, терпимо для моих 70-х. Это самое то, что нужно. Хотя, блин, зэк уже что-то дает слабину. Ладно, будем сами играть, ребят. Чтобы ненароком, как говорится, не отдуплиться. Так, волна вторая. Опять же, тут эти скелетики. Опять же, эти рыцари. Давай начнем, наверное, вот так вот. Я боюсь, ребят, чтобы зэка мне не заколбасили. А, вот, мы сделаем с вами доп-защиту. И мы будем как у царя за пазухи. Так. Нормулька. Давай дальше пробивать. Ммм, пинком. Да, вот так вот будет самый смак. Ну что ты, что ты, что ты, что ты, родной ты мой. Получи и распишись. Так, если что, ребят, мы хильнемся. У нас есть хилка. Я еще ее не тратил от Леонарда, естественно. У, Рафик, молодец. Хорошо отработал. Все три контратаки отработаны были. Так, ну что, давай грипп. Грипп нам здесь нафиг не нужен. 60-го уровня. К тому же, бомбит не по-детски будет он. Ага. Так, погнали дальше. Уничтожим сразу. Нет, не получилось. Ай, надо было провокацию, наверное, здесь. Фиг с ним. Давай, наверное, вот так вот будем. Блин, надо было другого бомбить, чтобы уж 100% его уложить. Хотя у нас дополнительная защита еще пока действует. Так что можно, ребят, себе позволить здесь немножко и пошалить. Так, давай вот так сделаем. Отлично. Добивочный. Угу. Все, ребят, четвертая волна. Последний охламон здесь у нас. И это у нас Дони, Лео и Паукус. Даже так. Поехали. Бомбочка. Отлично. Теперь вертушка. Вертушкой надо, ребят, Донателло. Уложить. Желательно с первой попытки. Эть. Не прокатило. А вот так вот, конечно, прокатит. Ребят, ну кто может устоять против пинка от Криса? Никто. И Лео делает добивочный. Ух, благодать-то какая. Ну что, я думаю, наверное, следующий этап мы должны пройти. Будет очень сложно, но мы должны его пройти с вами. 150 опыта уже дают. И, да, Микеланджело ролевой. Две ДНК мы с вами забираем. И последний у нас кто здесь? Дони. Но это не последний, конечно. Последний будет вот. Вряд ли мы эпизод восьмой потянем. А вот эпизод седьмой как-то нужно нам, ребята, вырулить. Семьдесят пятые уровни. Да, они покруче будут нас. Но мы-то попроворнее, да? Кого мы потеряем? Здесь мы потеряем наверняка Криса. Наверняка мы здесь с вами потеряем... Так, давай-ка вот с этого начнем. Наверняка потеряем этого зэка. Слушай, ну жесткие они какие-то. Вот видите, я уже не могу их, ребят, пробить. Наверное, надо ставить нам дополнительную защиту от Криса, скорее всего. Так, сейчас только дойдем до Криса и будем, ребят, с вами доп-защиту. Потому что здесь еще и босс у нас будет в конце. Ох ты, да еще и пять волн, оказывается. Едрить-колотить. Пять волн. Да, это, ребята, уже не шуточки вам. Можно, в принципе, и бомбануть. Но зачем? Я не хочу бомбить. Не хочу. Крис, где ты там? Блин, мне нужна твоя доп-защита. Почему ты не даешь мне такой возможности, а? Крис. Блин, началось, ребята. Массовые атаки, а, пошли. Молодец, Раф. Так. Что этот скелет тут выезживается? Бумс. Слушай, ну серьезно, почему Крис-то не может сходить? Чего у него так медленно инициатива идет? Я не понимаю. Да елки-палки, сейчас... Сейчас кто-то упадет, чувствую я. Блин. Ну. Ребят, ну серьезно, когда он будет ходить-то? Да елки-палки, пипец просто. Сейчас еще упадет. Я хиляю, короче. Я этого Криса, по-моему, не дождусь, блин, когда он сходит. Наконец-то, елки-палки. Наконец-то он начал ходить. Все, разбиваем этих гавриков. Ага, разбили. Это что, издевательство, что ли? Я не пойму. Это только лишь третья волна. Так, ну хорошо, что здесь у нас скелеты. Блин, у нас с вами меткость-то вообще не к черту, если честно. Так, давай контратаку с вами поставим. На кого-нибудь поставилось? По-моему, нифига. И провокацию. Ну ее нафиг, ребят. Зачем я тогда... Ой, зачем я... Слов на... Самого на себя нет, ребят, слов просто-напросто. Делаю, блин, контратаку, крит. Все это для чего? Для того, чтобы у меня Рафаэль... Ой, да, Рафаэль встал в провокацию. Ну, бред полнейший. Ладно, может быть, так же хоть кто-нибудь у нас останется в живых. Так, погнали. Угу, шик и блеск. Роняем этого скелета. И последний скелет тоже, кстати, с дополнительной защитой он. Так, четвертая волна. И потом пятая. На пятой волне нас будет поджидать, ребята, босс. Так, Лео. Ну-ка, давай мы начнем. Потому что у него, ребят, массовая атака. Не забываем об этом. Так, это что у нас? Крит, по-моему, да. Секунду, что же надо сделать-то? Так, ребята. Дополнительную атаку я делаю. И... Бомбим. Бомбим вот так вот. О-о-о-о. А так, если? Так, хорошо. Лео упал. Массовая атака пошла. Бум! Зек упал. Я так и думал, ребята, что именно Зек упадет. Мы уроняем... Уронили... Уронили Дони. Микеланджело. И теперь... Да, ребята, вы видите, как я вам говорил, что упадет и Крис. И Зек. Я как в воду глядел. Да, в принципе, это предсказуемо было. Ну что, ребятулечки, вот у нас и босс. Опять же, этот никчемный крокодил, который, видите ли, в сейф куда-то запрыгнул. Ну что, будем попробовать... Попробуем, ребята, наказать его. Я не знаю, стоит ли... Нет, наверное, не стоит. Давай попробуем так подпалить его. Ага. Бум. Оу. Ты ничего... Что? Ёлки-ты-палки, ребятули. Нет, наверное, мы с... Ай, офигеть. Ну, как можно тут играть, если он с двух ударов, ребята, сносит... Обалдеть. Снижает. Ну да. Офигетушки, ребята. Когда я хоть раз пройду волну? Я не знаю, когда это, ребята, будет. На самом деле, как всегда, предпоследний уровень мне не поддается. Ну что же, у нас с вами еще остался сыр. Я попробую вот здесь вот все-таки получить... Бивопа. Поехали. Попытка не пытка. Ну и не дрить тебя на корень, а. Да чтоб тебе саблезуб выпал. Так, еще, еще, ребят. Последний раз делаем. Да, ё-моё, ну ха, ну куда ты лезешь? Буквально еще немножечко, ребята. Это через 12 с половиной минут мне дадут еще один срок. Ну, естественно, мы этого с вами не будем делать и ждать. Это я уже сделаю, наверное, за кадром. В любом случае, вы ничего не пропустите. Ничего самого интересного не пропустите. Ну что же, как-то вот так у нас сегодня получилась серия. Да, я надеюсь, вам понравилось. Если что, ребята, лайкосик говорит о том, что действительно вам это нужно. Ну и мотивирует, естественно, ребят, меня на следующие видосики. Ну а на этом, пожалуй, мы будем с вами закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и увидимся уже с вами в следующей серии. Всем пока и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok